Евангелие от Марка 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 Он изгнал бесов только из тех, кого встретил по естественному ходу событий. Он накормил лишь некоторых голодных. И все же оказывалось, что он всегда завершал то, что намечал выполнить. Как он этого добивался? Как ему удавалось жить так непринужденно и в то же время собрано, несмотря на все трудности? Мы сможем прояснить некоторые вопросы, если посмотрим на одни сутки из жизни Иисуса. В последней части первой главы Евангелия от Марка немногим более 20 стихов посвящены описанию 24 часов из жизни нашего Господа с раннего утра одного дня до раннего утра следующего. Это примечательная картина, это единственная картина одного полного дня в Евангелии. Перед нами описание целых суток, взятых из его жизни. Этот отрывок расскажет нам кое-что о том, как Иисус проводил свой день и какие трудности ему приходилось испытывать. Начальную сцену мы находим в первой главе Евангелия от Марка с 16 по 20 стихи. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за Мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел Иакова, Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Зеведея, в лодке с работниками, последовали за ним. Было бы ошибкой предположить, что это была первая встреча Иисуса с Симоном и Андреем. Эти люди были учениками Иоанна Крестителя, и Иисус, несомненно, встречал их, когда был в Иудее. К какой-то степени они были его учениками и раньше. Но в первой главе Евангелия от Марка мы встречаем запись официального призыва Иисусом Симона Петра и его брата Андрея к постоянному, непрерывному ученичеству. Эти люди были рыбаками. Представьте себе простые галилейские рыбаки, грубые, по сути темные, необразованные, неграмотные, находившиеся во власти всевозможных иудейских пристрастей и предрассудков, недалекие и ограниченные в своих взглядах. Прежде чем они смогут стать, по словам Иисуса, ловцами человеков, им нужно будет выйти за рамки некоторых своих представлений. Им предстоит научиться жить, опираясь на силу Духа Божьего, а не на свою собственную. Иисус берет на себя обязанность помочь им измениться. Их способность выполнить ту задачу, которой Он их призывает, будет исходить от Него, а не от них самих. Обратите внимание на характер Его зова. Он говорит «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Это меня воодушевляет, так как говорит мне о том, что, хотя сам по себе я и не обладаю достаточными знаниями и умениями, чтобы справиться со всеми трудностями и требованиями жизни, Иисус может наделить меня необходимыми способностями. Павел напоминает Коринфянам во 2-м послании, в 3-й главе, 5-м стихе. «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога». Вот почему мы с вами можем сказать вместе с Павлом «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я могу также понять, что Павел имел в виду, когда писал двумя главами выше, в послании филиппийцам 2-13. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. В завершающих стихах послания к евреям автор молится «Бог же мира, да, производит в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». Послание к евреям, 13-я глава, стихи 20-й и 21-й. Бог может сделать нас с вами такими, какими хочет нас видеть. Он тот, от кого исходит вся наша уверенность и способность, и без связи с ним мы никогда не сможем стать такими, какими должны быть. Иисус – это сила христианина. Он тот, кто может жить в нас и проявлять себя через нас. Это не курс по развитию личности, навыков управления или позитивного мышления. Это сила всемогущего Бога, живущего в учениках Иисуса Христа, Его Сына. Это сила Божья, действующая в нас. Самое важное в любом человеке – не то, кем он является, а то, кем его может сделать Иисус Христос. Автор послания к евреям говорит, что Бог миром может сделать нас такими, какими мы должны быть. Именно это и обещал Иисус сделать для Петра и Андрея, когда призвал их. Свои знания и умения, как и мы с вами, они получили от Него. Вторая сцена из этого 24-часового периода жизни нашего Господа начинается в 21 и 22 стихах. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Присутствовавшие в тот день дивились власти Иисуса. Он учил не так, как книжники, которых они привыкли слушать. Книжники, чтобы укрепить свой авторитет, обычно цитировали разных раввинов, которые толковали те или иные положения Моисеева закона. Они начинали так. Гилель говорит, Шамай добавляет, другие утверждают, но Иисус не ссылался ни на какой авторитет, кроме себя самого. И в то же время его слова проникали в самую суть. Они так идеально соответствовали личному опыту и внутренним убеждениям присутствовавших мужчин и женщин, что те только кивали головами и говорили «Да, конечно, они знали, что все сказанное им истинно». У Филипса есть книга, заглавленная «Кольцо истины», где он великолепно описывает то, как учил Иисус. Его слова были заключены в «Кольцо истины». Их сразу же признавали все честные люди, которые слышали Иисуса. Это была самоудостоверяющая истина, соответствовавшая внутреннему убеждению каждого слушавшего Его человека и указывавшая на то, что Он знал тайны жизни. Это означает, что мы, христиане, должны мерить любое заявление или понятие в любой области тем, что по этому поводу сказал Иисус. Ведь в конечном итоге только Его точка зрения имеет значение. В учениях Иисуса содержится истина. Это означает, что свою психологию и философию мы должны приводить в соответствии с высказанными им истинами, а не наоборот. Подумайте над следующими словами выдающегося американского психиатра Фишера. Он говорит, если собрать все авторитетные статьи, когда-либо написанные самыми знающими психологами и психиатрами, а гигиене психики, если свести их все воедино, переработать и отбросить лишние слова, взяв из них самую суть, то есть только мясо и никакой петрушки, и предложить эти чистейшие крохи абсолютных научных знаний в сжатой форме, выразить самым талантливым из поэтов, живущих на земле, то мы получим неуклюжие и неполное изложение Нагорной проповеди, которому будет далеко до оригинала. На протяжении почти двух тысячелетий христианский мир держит в своих руках полный ответ на свои неспокойные и бесплодные стремления. Учение Христа содержит в себе схему успешной человеческой жизни с оптимальным душевным здоровьем и удовлетворенностью. Вот причина, почему в тот день в Капернауме, когда Иисус встал и начал учить, люди изумились Его учению. Современное учение во многих областях глубоко заблуждается, и все же большая часть нашего общества восхваляет Его и утверждает, что оно правильно. Нам нужна проницательность этого удивительного человека, Иисуса Христа из Назарета, который знал истину о жизни и передал эту истину нам. В то субботнее утро Его учение вызвало необычайную реакцию. В стихах с 23 по 28 говорится, «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Но Иисус запретил Ему, говоря, «Замолчи и выйди из Него». Тогда дух нечистый, сотрясший Его и, вскричав громким голосом, вышел из Него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это, что это за новое учение, что Он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему. И скоро разошлась о Нем молва по всей окрестности в Галилее. Когда Марк говорит в этом последнем стихе, что новость об Иисусе быстро распространилась по всей Галилее, это вовсе не несколько дней или недель. Он пишет, что она распространилась за несколько часов. Уже к вечеру люди со всего города привели больных и бесноватых, чтобы Иисус исцелил их. Иисус обратил на Себя внимание этих людей. Он добился известности не потому, что у Него был хороший комитет по связям с общественностью, а потому, что сила Его слов и деяний захватила тех, кто видел и слышал Его. Он был таким реальным. Слово было сказано. Среди них появился Тот, Кто мог приказывать духом тьмы, и они повиновались Ему. После полудня происходит одно простое, но прекрасное событие в доме Симона Петра и Андрея. Обратите внимание на стихи с двадцать девятого по тридцать первой. Вышедшие вскоре из синагоги пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас, говорят ему о ней, подошел он, поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас же оставила ее, и она стала служить им. День только-только перевалил за половину, и теперь Марк обращает наше внимание на сострадательность, свойственную Иисусу. Не упустите главного в этой простой истории. Если читать невнимательно, то может показаться, будто речь идет о том, что некому было прислуживать гостям. Петр и Андрей пригласили Иакова, Иоанна и Иисуса к себе домой, по-видимому, пообедать. И когда они пришли, то обнаружили, что заболела теща Петра, которая жила с ними. По всей видимости, заболела именно та, которая занималась стряпней. Петр извинился перед Иисусом. В тексте говорится, что он сказал Иисусу о своей теще. Узнав о ее болезни, Иисус вошел в дом, взял женщину за руку и поднял с постели. Горячки тотчас как не бывало. С чувством искренней благодарности за исцеление она в простоте сердца тут же стала прислуживать гостям – Иисусу, Иакову и Иоанну. В этом рассказе нет указания на то, что теща Петра находилась в критическом состоянии. Высокая температура у людей была обычным явлением в Палестине. Несомненно, через пару дней женщина выздоровела бы сама, и таким образом этот эпизод говорит о сочувствии Иисуса. Он без промедления откликнулся на страдания этой женщины и вернул ей здоровье. Вопреки тому, как нас с вами часто учили, чудеса Иисуса были не просто средством подтверждения Его личности и божественности. Он помогал инстинктивно, потому что был чрезвычайно заинтересован во всех тех, кто нуждался в Его помощи. Эта сострадательная сторона чудеса Иисуса станет еще более очевидной для нас, когда мы посмотрим на другие сотворенные им чудеса. Далее Марк повествует о том, что произошло вечером. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. Стихи с 32 по 34. С заходом солнца закончился субботний день. Согласно иудейскому закону, сутки заканчивались в шесть часов пополудни. После захода солнца люди из прилегавшей местности стали приводить к Иисусу больных и бесноватых, чтобы Он исцелил их. Марк пишет, что у двери собрался весь город. Весь город. Ученые указывают, что Капернаум, где произошло это событие, в дни Иисуса был довольно большим городом. Целый город собрался у двери. Какой насыщенный вечер Иисус провел в Капернауме. В стихе 34 говорится, что Иисус исцелил многих людей, страдавших от различных болезней. Он также изгнал многих бесов. Но Он не позволил бесам говорить, потому что они знали, кто Он. Это весьма значительный момент, так как это первое упоминание о желании, которое Иисус высказывал, затем неоднократно, о желании приглушить зрелищность и сбить интерес к чудесному. В ряде случаев Иисус предупреждал тех, кого исцелял, смотри, никому ничего не говори. Слова Иисуса можно понять так. Не говори никому об этом исцелении. Просто прими это исцеление, как оно есть, и никому о нем не рассказывай. Но Его ни разу никто не послушался. Толпа, которая стала собираться вокруг Иисуса, когда распространялась весть о Его чудесных исцелениях, выросла настолько, что, как неоднократно указывается в Библии, из-за нее Иисус не мог уже войти в город. Совершенно очевидно, что Иисус не желал такого скопления народа, так как толпы диктовали Ему свои условия. Какой контраст по сравнению с некоторыми современными людьми. Сколько сейчас развелось так называемых целителей от религии, которые повсюду рекламируют свои кампании по исцелению и используют эту рекламу, чтобы собрать побольше людей, делая при этом ставку на зрелищность своих манипуляций. Но в Библии ничего подобного мы не встретим. Апостолы, как и Иисус, не придавали большого значения телесному исцелению. Они никогда это не рекламировали. Нигде нет упоминания о том, чтобы человека попросили встать и засвидетельствовать, что он получил исцеление от рук Иисуса или апостолов. В стихах с 35 по 39 Марк завершает описание 24 часов из жизни Иисуса. Мы читаем. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, нашедшие его, говорят ему, «Все ищут тебя». Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Описав целый день, Марк отмечает, что рано утром, еще до рассвета, Иисус взошел на гору помолиться. Но даже там ученики нарушили его уединение. Симон Петр подошел и сказал, «Иисус, все ищут тебя». Как отреагировал Господь, когда его побеспокоили на заре во время доверительного разговора с отцом? Может быть, он повернулся к Симону Петру и сказал, «Петр, им придется подождать. Я еще не готов встретиться с народом». Может, покачал головой и произнес, «Петр, разве дня недостаточно? Дайте мне отдохнуть. Вы же знаете, как я был загружен последние сутки. Я на ногах со вчерашнего дня без перерыва. Проповедую, исцеляю, работаю, творю чудеса, изгоняю бесов. Мне нужен отдых». Ничего подобного. Но все же Иисус знал, что следующий день требовал от него быть совсем не там, куда звал его Петр. И поэтому он спокойно сказал Петру и остальным, «Пойдем в ближнее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Иисуса не смутил тот факт, что кто-то требовал, чтобы он был в одном месте, а его обязанность звала его совсем в другое место. Он уединился, чтобы восстановить свои силы. Отдохнув, он принялся за те задания, которые Бог поставил перед ним на тот день. Иисус не уходил от ответственности, отказываясь вернуться вместе с Петром и другими в Капернаум, так как в соседних городах он встретится с такими же толпами людей, какие оставил в Капернауме. Он сделал то, что мог, а остальное доверил Богу и Божьему плану. И сегодня для каждого христианина эта истина имеет глубочайшее значение. Вы не всегда сможете сделать то, чего другие люди ожидают или даже требуют от вас. Делайте то, что сможете, а заботу об остальном доверьте Богу. В тексте сказано, что на следующее утро Иисус отправился проповедовать в синагоге Галилеи. Марк говорит об этом в одном стихе, а в реальной жизни на это ушли, наверное, недели или даже месяцы. Боже, помоги нам при изучении жизненного пути Иисуса вынести из этой замечательной жизни тот великий урок, который Марк хотел запечатлеть в наших сердцах. Помоги нам жить так, как жил Иисус, и ходить так, как ходил Он. Благодаря Иисусу Христу ваша жизнь может стать такой, какой она должна быть. Он знает, в чем смысл жизни. Он может привнести в нее смысл, силу, мир, радость, умение и уверенность. Все, что вы так хотите иметь. Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки.